На этот раз не пикетом, а социальной акцией. Решили привлечь мотоциклисты внимание к незаконному, по их мнению, ограничению их движения по городу. Такое решение депутата городского совета приняли в мае на внеочередной сессии по личной инициативе городского головы. Он уверял, что огромное количество харьковчан жалуются на рев моторов за окнами и боятся переходить дороги из загоняющих байкеров. Поэтому предложил перекрыть для мотоциклистов почти все основные магистрали. Причем первым делом начали с той, по которой ездит сам мэр проспекта науки. Проспект науки закрыт наглухо. Они там говорят, что остальные дороги будут только в ночное время закрыты для мотоциклистов. Но тогда объясните, почему проспект науки. Он совершенно не травмоопасный или он не на пике по ДТП с участием мотоциклистов. Это совершенно выдуманная история. Только потому, что Геннадий Адольфович живет в отеле «Националь». Ему, наверное, кто-то мешает. Ваше движение мы потихонечку ограничим. В местах, определенных законом, а именно в социальных местах это связано с детскими садами, школьными учреждениями, больницами и так далее, и так далее, и так далее. Мало того, на определенных улицах с определенного времени, на центральных улицах, вы вообще не сможете ездить вечером и до утра. Байкеры в аргументы властей не верят. Они считают ограничение движения для всех мотоциклистов абсолютно незаконным. Говорят, задерживать надо только тех, кто нарушает правила дорожного движения, а не всех подряд. Ведь для многих байки – не развлечение, а единственное средство передвижения. Два пикета под стенами горсовета ничего не дали. Более того, говорят мотоциклисты, на дорогах после антирекламы из уст городских чиновников отношение к ним стало только хуже. Поэтому сегодня они приехали сдать кровь для тех байкеров и велосипедистов, которые попали в аварии. Участились аварии с участием мотоциклов, велосипедов и скутеров. В общем, с подачи горосполкома получается, что нас как-то город и автомобилисты перестали любить. И начали не замечать, прям как-то так уверенно. Ну и решили провести акцию по сбору крови. То есть ребята пришли сдать кровь совершенно безвозмездно это все. Также сегодня байкеры представили еще одну социальную инициативу – матоволонтеров. Ребята сами организовались в инициативную группу, которая организовала дежурство на улицах. Они готовы выехать на вызов, если кто-то из владельцев двухколесного транспорта попал в аварию, чтобы и доврачебную помощь организовать, и отстоять права при оформлении протокола. Мы не меньшинство по большей степени, потому что сейчас очень активно развиваются мотоциклисты и запробок. И велосипедисты в том числе – это тоже наши двухколесные братья. Мы должны друг другу помогать, уважать, ДТП, еще что-то. Соглашаться с ограничением проезда по городу мотоциклисты по-прежнему не намерены. Они продолжают судиться с мэрией по поводу незаконного, по их мнению, решения сессии. А также добиваются регистрации своей организации в органах юстиции, чтобы в дальнейшем отстаивать права владельцев двухколесного транспорта. Марина Николаева, Олег Мартынек, Агентство телевидения Новости.